Фыр-фыр-фыр-фыр-фыр Нарисую целый мир Здравствуйте, ребята! Так хочу научиться рисовать Сегодня я решил нарисовать ежа Фыр-фыр-фыр-фыр Вот такой вот еж получился Здравствуйте, мальчики и девочки Привет, фыр-фырчик Привет, Тимошка Ой, а что это тут делает? А я рисую Ты разве не видишь? Смотри, какого ежа я нарисовал Разве это еж? Слишком на шляпу он похож Что, ребята, мой еж не похож на ежа? Разве ежи такие бывают? Дай я нарисую, покажу, какие ежи на самом деле. Вот так вот, ножка, иголки, пока у ежа. Так, вот, хорошо. А, замечательно, просто замечательно. Да, действительно, твой еж лучше, чем мой. Действительно. А я теперь нарисую яблоко. Вот смотри, вот так вот, так вот, и так вот, и получается яблочко. Это какое-то тыблочко получается, а не яблочко. Яблочки бывают. Наливные, красивые такие. Сейчас я нарисую. Так, вот, листочек, так, вот, округлый. Ну, как хорошо. А, действительно, твое яблоко лучше, чем мое. Ты вообще что-нибудь рисовать умеешь? Ну, вот, еще и плаксом там. Здравствуйте, мальчики и девочки. Здравствуйте, Катя. Что случилось, Фырчик? Да у меня ничего не получается. Хотел нарисовать ежа, а получил шляпу. Хотел нарисовать яблочко, а получил тыблочко. У меня ничего не получается, я не умею рисовать. Но, во-первых, для того, чтобы научиться чему-нибудь, нужно очень много тренироваться. Вот ты, Фырчик, наверное, совсем недавно стал рисовать. Да, вчера. Ну вот, а захотел уже результат. Разве так бывает, Фырчик? Для того, чтобы научиться рисовать, нужно учиться много лет. Нужно обязательно много тренироваться в любом деле. Да, я и не знал. Я сразу решил, что у меня ничего не получается. И не нужно дальше рисовать. Никогда нельзя так быстро сдаваться, Фырчик. Обязательно нужно пробовать еще и еще. А ты, Тимошка, неправильно себя повел. Нужно было научить Фырчика, как правильно рисовать. А не говорить, что у тебя лучше получается. Прости, Фырчик. Я тебя обязательно научу рисовать. И смеяться больше не буду над тобой. Ладно, прощаю тебя, так уж и быть. Ребята, а вы тоже никогда не переживайте. Если у вас что-то не получается. А просто пробуйте еще и еще. Обязательно тренируйтесь. А сейчас самое время сказки. Давайте послушаем сказку. Каша из топора. Пришел солдат с походом на квартиру и говорит хозяйке. Здравствуй, божья старушка. Дай-ка мне что-нибудь поесть. А старуха в ответ. А вон там на гвоздики повесь. Аль ты совсем глуха. Где хошь, там и заночуешь. Ах ты, старая ведьма. Я тебе глухоту вылечу. И полез было с кулаками. Подавай на стол. Ой, да нечего, родимый. Вари кашу. Ой, да из нечего, родимый. Давай топор. Я из топора сварю. Что за диво? Думает баба. Дай-ка посмотрю, Как из топора солдат Кашу-то сварит. Принесла ему топор. Солдат взял, Положил в его горшок, Налил воды И давай варить. Варил, варил. Попробовал И говорит Ах, всем бы кашица взяла. Вот только Круп не хватает. Подсыпать бы круп. Ах, Баба принесла ему круп. Опять варил, варил. Попробовал И говорит Ммм, каша Объеденье. Вот только Маслом ее сдобрить. Баба принесла ему масло. Солдат Сварил Кашицу. Ну, старуха, Давай теперь Хлеб да соль. Да принимайся за ложку. Станем Кашицу Есть. Похлебали Вдвоем Кашицу. Старуха И спрашивает Служивый, А топор-то Когда будем Есть? Всего вам Самого доброго, Ребята. До свидания, Баба. Всего вам Самого доброго, Ребята. Я обязательно Научусь рисовать. А я ему В этом Помогу.